Управление автомобилем в состоянии опьянения – самый страшный поступок, который может совершить водитель. Соответственно, и наказание за вождение в нетрезвом виде весьма суровое. Даже если автомобилист попался первый раз, ему светит внушительный штраф. При повторном же нарушении он запросто может угодить за решетку. Это программа «Прокурор в теме». Говорим мы сегодня о том, какая уголовная ответственность грозит за преступления в сфере безопасности дорожного движения, совершенные в состоянии опьянения. Гость в студии, заместитель прокурора Красноглинского района города Самары, младший советник юстиции Антон Сергеевич Карлов. Здравствуйте. Добрый день. Ну что же, я первый вопрос хочу вам задать о том, чтобы вы рассказали все-таки, какими статьями Уголовного кодекса регламентируется ответственность за тему, которую мы сегодня взяли, за основу для обсуждения. Ну, основные статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, которые регламентируют ответственность за правонарушение преступления в сфере безопасности дорожного движения, это статья 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Звучит она так. «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Она включает в себя шесть частей, но позже о них поговорим. Три из которых, из этих частей, в том числе, говорят о том, какая ответственность предусмотрена за вождение и причинение, скажем так, вреда здоровью и смерть в состоянии опьянения. И вторая статья, статья 264 Прим. 1, также Уголовного кодекса Российской Федерации, звучит она как «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутому административному наказанию или имеющим судимость». Соответственно, здесь уже речи о вреде здоровью не идет. Здесь именно вопрос стоит о том, что лицо неоднократно, скажем так, попадается в состояние опьянения. И, соответственно, если неоднократно застигнуто в состояние опьянения, соответственно, он будет судимым. Скажите мне, пожалуйста, уважаемый Антон Сергеевич, а почему я сегодня эту тему обсуждаю с представителями прокуратуры? Какое отношение прокуратура имеет к лицам, которые совершают данные преступления? Ну, естественно, у нас Государственная инспекция безопасности дорожного движения – основной, скажем так, орган, который контролирует и следит за соблюдением норм в указанной сфере. Но прокуратура, как надзорный орган, также осуществляет надзор как за ГИБДД, так и вообще в целом за ситуации. То есть прокурор выезжает на места ДТП, если особенно они резонансные, если пострадали люди, дети, не дай бог. Поэтому прокуратура также этим вопросом занимается, и эти вопросы стоят на контроле нашего органа. Да, и пристальное внимание прокуратура уделяет этим вопросам. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то данные, статистики за последние хотя бы полгода? Вообще у нас динамика идет на убыль или все-таки возрастает с участием водителей в состоянии алкогольного, наркотического опьянения? Я недаром задаю этот вопрос, потому что периодически в СМИ и у нас в новостях также дается эта информация, что вот водитель совершил аварию в состоянии алкогольного опьянения, есть погибший и так далее и тому подобное. Я прошу вас развить сейчас вот эту тему. Могу сказать вам так. Благодаря грамотной государственной политике и органам, которые этим занимаются, благодаря, опять же, ужесточению уголовной ответственности в указанной сфере, в последнее время, в последние годы наблюдается тенденция именно снижения числа преступлений в сфере безопасности дорожного движения, совершенных в пьяном виде. То есть вот эта профилактическая работа, которая непосредственно ведется государством, государственными органами, она дает свои плоды и я сейчас цифры не могу конкретно привести, но динамика идет положительная. Все-таки на спад. Ну, понятно, сотрудники ГИБДД проводят рейды, и это их профилактическая работа, а какую профилактическую работу проводят органы прокуратуры на снижение как раз вот такой динамики? Вот взаимодействие, скажем так, координирующая роль прокурора, она выражается в том, что прокуратура совместно с сотрудниками ГИБДД проводит определенные профилактические мероприятия. Мы совместно с сотрудниками ГИБДД выходим в школы, рассказываем детям о том, какие последствия нарушения правил дорожного движения. И если в школьном возрасте ребенок уже, подросток, будет знать о том, что нельзя ездить в состоянии опьянения, то есть уже какая-то профилактика идет. Соответственно, если парню в школе 15 лет, и он через 3 года получит права, то есть он уже будет понимать ответственность. И вот эта совместная работа, и прокуратура в том числе, она, я считаю, дает свои плоды, и в наших реалиях это необходимо. Еще один вопрос, коль уж мы с вами заговорили о молодых водителях. Да, есть такая статистика, что молодые водители чаще попадают в аварии, чем водители с большим опытом вождения. А вот молодые водители в состоянии алкогольного опьянения часто становятся участниками вот таких вот страшных аварий, скажем так? Я бы сказал так, вот конкретно у кого-то перекоса, то, что молодые чаще пьяные за рулем ездят или там более водители со стажем, такого перекоса нет. То есть в принципе она, тенденции на все возрасты примерно одинаковые. Здесь идет вопрос в общей профилактике, в общем диапазоне, скажем так, возрастов. Сказать, что молодежь больше ездит за рулем пьяными, я бы так не сказал. Хорошо, Антон Сергеевич, как фиксируется состояние опьянения и как правильно это делать со стороны, давайте рассмотрим, именно водителей и со стороны полицейских? Ну, что касается состояния опьянения, да, ну, приведем просто пример, чтобы было понятно. Останавливают сотрудники ГИБДД автомобильное. Вот, в первую очередь, просто так, никто никого не будет привлекать к ответственности, там, предлагать протесты деятельности, не должны быть признаки определенные. То есть, ну, это запах алкоголя, там, поведение несоответствующей обстановки. То есть сотрудники ГИБДД уже тоже определенные, есть шаблоны и регламенты, как работает, то есть уже видят и понимают. Если есть такие признаки, как я сказал, соответственно, водителю предлагается пройти тест на состояние опьянения при помощи алкотестера. На месте. На месте, да. То есть водитель вправе согласиться и вправе отказаться. То есть, если он соглашается на состояние опьянения, и, там, прибор показывает, что у него есть опьянение, и он с этим согласен, соответственно, в данной ситуации на медицинское свидетельство ехать не нужно. То есть на месте подписывается соответствующий протокол? На месте, да, соответствующий акт, водитель отстраняется от управления транспортным средством и составляется протокол административного правонарушения на него. Если же водитель не хочет проходить на месте, он может пройти в медицинском учреждении. Соответственно, такой водитель направляется совместно с сотрудниками ГИБДД в медицинское учреждение. Там он сдает анализ на биосреды и, соответственно, эти анализы уже показывают, есть состояние опьянения или нет. А если же водитель отказался на месте проходить освидетельствование и отказался ехать в медицинское учреждение, считается ли он пьяным? Это третий вариант, правильно сказали. То есть водители не могут обязать, соответственно, пройти на месте либо в медицинское учреждение, он может отказаться от всего. Но закон у нас предусматривает такую норму. Если человек отказывается от прохождения медицинского освидетельствования как на месте, так и в медицинском учреждении, соответственно, он автоматически считается, ну, можно сказать, пьяным. То есть пьяным, точнее, он не считается, но приравнивается указанный отказ к опьянению. Соответственно, получается такая ситуация, что человек несет ответственность, если он отказался, по тем же основаниям, как и в состоянии опьянения. Дальнейшее развитие событий при таком варианте – это в любом случае дело направляется в суд? И лишение прав, соответственно, и штраф, и так далее. Ну, я поясню. Здесь ситуация какая. То есть, соответственно, если человек первый раз нарушает правила движения в части опьянения, соответственно, он привлекается к административной ответственности. По статье 12.8 КОАП, Кодекс административного правонарушения Федерации, если он согласился пройти. Либо по статье 12.26, если отказался пройти. То есть это как бы первый момент – это административная ответственность. В случае, если человек второй раз совершает такое правонарушение, то есть второй раз это уже считается преступлением. О чем я и говорил, несколько лет назад введена статья 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Она как раз и предусматривает ответственность за совершение повторного. То есть первый раз человеку дается шанс, то есть он подлежит административной ответственности. Но если он этого не понимает, соответственно, второй раз фиксация – это уже уголовная ответственность. И статья 264.1, соответственно, подразумевает, состоит из двух частей. Первая часть – это по первой части лицо подлежит ответственности, если он ранее привлекался к административной ответственности. А вторая часть – это уже более серьезная часть, это привлекается к ответственности, если лицо было ранее судима. То есть я поясню. Остановили второй раз, он привлекался к административной. То есть это уже, получается, первая часть статьи 264.1. Но если человек уже был судим, то есть его первый раз привлекли к административке, второй раз привлекли к уголовной ответственности, и он все равно не понимает, выражаясь простым языком, соответственно, это уже вторая часть, и наказание там уже более серьезное. Ну, давайте тогда об административной ответственности в цифрах и об уголовной в годах, скажем так. Ну, давайте по статье 264 сначала пройдем, и я приведу конкретные примеры. Вот, значит, как я уже сказал ранее, по статье 264 шесть частей в этой статье, и, соответственно, в трех из этих статьях говорится как квалифицирующий признак о состоянии опьянения. Ну, приведем пример. По части первости 264 наказание предусматривается до трех лишений свободы. Первая часть – это если в дорожно-транспортном происшествии по вине водителя пострадал там другой человек, и, соответственно, причиненному тяжкий вред здоровью, смерти нет. То есть, до трех лет лишения свободы. Если же лицо было пьяное, такая же ситуация, то есть, ну, едет человек, выходит на встречку, обгоняет, не успевает обогнать, лобовое столкновение, причиняет тяжкий вред здоровью одного из участников движения. Соответственно, если лицо трезвое – до трех лет, если в состоянии опьянения – от трех до семи. То есть, чтобы понимали разницу. Ничего, последствия те же самые, фактически. То есть, тяжкий вред здоровью человека. Но состояние опьянения – отягчающее в данном случае признак. То есть, поэтому наказание более серьезное. То же самое для сравнения, допустим, третьей и четвертой части. Третья часть – это если погиб человек, но лицо не было в состоянии опьянения. Наказание – до пяти лет. Четвертая часть – если человек погиб один, но виновник был в состоянии опьянения. От пяти до двенадцати лет лишения свободы. Антон Сергеевич, всегда ли наступает уголовная ответственность? Я сейчас не говорю про состояние алкогольного опьянения, а когда человек, водитель был трезв, но все равно наступили печальные последствия, люди погибли. Всегда ли настигает именно уголовная ответственность? Может быть, есть какие-то смягчающие обстоятельства? Там семейные, личные, по здоровью и так далее и тому подобное. Расскажите об этом в вашей практике. Ну, смягчающих обстоятельств на самом деле достаточно. То есть, это и наличие малолетних детей, и тяжелые заболевания. Но это уже фиксируется все в суде. Суд дает этому оценку. Но по общим правилам, если лицо виновата в ДТП, то есть является виновником ДТП и погибли люди, оно, к сожалению, не то что к сожалению, оно подлежит уголовной ответственности. Поскольку его действия в данном случае в соответствии с уголовным кодексом наказуемы. Но в суде, опять же, рассматриваются все возможные варианты, все возможные обстоятельства, как очягчающие, так и смягчающие. И суд уже с учетом всех моментов назначает наказание. То есть, естественно... То есть, это в любом случае каждый раз индивидуальный случай? Абсолютно. Каждый раз индивидуальный. Но все-таки, когда мы говорим об опьянении, мы говорим не только про алкоголь, но и про другие запрещенные вещества. И вот скажите, пожалуйста, вот в понятии опьянения, не только алкогольное, наркотическое, какое еще и как оно фиксируется? Ну, безусловно, мы чаще всего, когда говорим пьяный за рулем, подразумеваем состояние алкогольного опьянения. Но не стоит забывать про наркотические и иные психотропные вещества. К сожалению, сейчас их достаточно много таких фактов. Ну, опять же, что касается фиксации. Порядок такой же. Останавливает сотрудник ГИБДД водителя, видит, что его поведение не соответствует обстановке. Предлагает ему пройти тест на месте. Соответственно, алкотестер не покажет состояние наркотического опьянения. То есть, человек будет трезвый. Но в любом случае, сотрудник ГИБДД, если видит по состоянию человека, что его поведение не соответствует обстановке, он направляет его на медицинское освидетельствование уже в больницу. Соответственно, когда берут биосреды, биосреды уже обязательно покажут состояние наркотического или психотропного опьянения. Ну, и ситуация, в принципе, здесь такая же. То есть, если человек отказывается от всех этих анализов, соответственно, он также... Является автоматически? Ну, по сути, да. Да, по сути. Ну, хорошо. Вот все-таки какие тенденции, на ваш взгляд, на будущее относительно количества случаев управления автомобилем в состоянии опьянения и пьяных ДТП? Я спрашивала о ситуации сейчас. Ну, вот все-таки тенденции на будущее. Как вы считаете? Каковы на сегодня? Ну, я как представитель государственного органа, да, могу сказать, что в данной части государство проводит очень хорошую политику, совершенствует нормативно-правовая база. И тенденции таковы, что люди начинают понимать, что управление автомобилем в состоянии опьянения грозит серьезными последствиями, как для них самих, так и для окружающих. Поэтому вот такая вот, с одной стороны, профилактическая работа, с другой стороны, ужесточение наказания, оно дает свои плоды и постепенно количество сокращается пьяных ДТП и людей, погибших в них, соответственно. И, на мой взгляд, не хотелось бы ошибаться, конечно, но я надеюсь и верю в то, что совместными усилиями государственных органов и населения в целом нам удастся в дальнейшем свести к минимуму количество вот таких ситуаций, когда из-за пьяных водителей страдают, погибают люди, рушатся семьи и так далее. Рушатся судьбы, я бы сказала, да. Давайте сейчас перейдем, может быть, к каким-то частным моментам. Я попрошу вас привести наиболее яркие примеры, показательные примеры, как случившегося, так и наказаний. Если мы говорим о Красноглинском районе, то, пожалуйста, если есть статистика по городу, то будьте любезны, расскажите, приведите примеры. Ну, вот просто пример такой приведу, конкретный, естественно, без фамилий. То есть человек первый раз был привлечен к административной ответственности. Не понял. Административная, я прошу прощения, административная ответственность, штраф 30 тысяч рублей. Это штраф или лишение права, ну, там, полтора года. Полтора года. Вот. Не понял. Соответственно, садится за руль буквально через, там, 3-4 месяца. То есть и штраф не платил. Без прав, естественно. Без прав, естественно. Его останавливают. Соответственно, опять состояние опьянения. То есть не просто сел за руль без прав, так еще и пьяный, опять же. Соответственно, оно подлежит от лицом уголовной ответственности по части 1, 264, прим. 1. Его осуждают. Но не к реальному лишению свободы, а также там дают штраф. Я сейчас, ну, когда я уже точно не помню. Но это уже уголовная ответственность. Соответственно, лицо не понимает дальше и садится третий раз в состояние опьянения без прав, будучи судимым по указанной статье. Вот. И опять же, промежуток это не в годах измеряется, а буквально, ну, там, несколько месяцев. Ну, соответственно, уже судебное заседание с учетом всех моментов о том, с учетом оценки всех обстоятельств произошедшего, реальное лишение свободы год дали человеку вот за то, что ездит пьяным и не понимает, что дело такое. А что говорят вот подобные лица на судебном заседании, когда и спрашивают, ну, вы же понимаете, какая ответственность. И вам первый раз вас предупредили штраф и так далее. И вот уже, когда крайняя мера, это уголовная ответственность реально наступает, что говорят люди, чем они мотивируют такие ужасные поступки? Я бы здесь сказал, что, наверное, низкая правовая культура. То есть люди, как правило, говорят, ну, я мог-то не попасться, ну, я попался, но, наверное-то я мог и не попасться. То есть, ну, определенный такой русский авось, как часто бывает, я мог не попасться. Я думаю, что все будет хорошо. То есть, как правило, так вот и говорят. Признаю, больше не допущу. Но ты и в прошлый раз, извините, признавал. И, соответственно, сделал выводов для себя должных, не сделал. Соответственно. Вам лично приходилось участвовать при рассмотрении таких дел в суде? Какая, Антон Сергеевич, ваша личная позиция? Вот вы, как прокурор, запрашиваете максимальную меру наказания, либо все-таки, ну, как человек, относитесь логично, ну, понимая? Вот какая позиция? Если, конечно, не секрет. Ну, позиция здесь такая. Здесь нужно и закон не нарушать, и по-человечески относиться. Соответственно, опять же, как я уже говорил, нужно исследовать все обстоятельства дела при поддержании государственного обвинения в суде. Нужно смотреть, какие характеристики у него по месту жительства, по месту работы. Есть ли заболевания, есть ли дети. Как вообще в целом лицо себя ведет в заседание, в ходе расследования дела вело себя. Признает ли вину, не признает. Как все вот эти вот обстоятельства фиксируются. Их анализируешь при поддержании гособвинения, соответственно. И уже делаешь вывод о том, какое наказание запрашивать. То есть от личности, от характеристики личности очень многое зависит. Поэтому никаких шаблонов, все раз повторюсь, нет. То есть нет такого, что в государственном милиции приходит в суд, и вот он просит там два года, например, условно говорю. Нет, все зависит от конкретной ситуации, от конкретных обстоятельств произошедшего. Я сейчас попрошу еще вас привести примеры ДТП с погибшими с участием большегрузного транспорта, когда на трассах происходят вот такие аварии с участием фур. Здесь есть какие-то примечания, отличия? Ну, к сожалению, да. Особенно на федеральных трассах, когда еще и погодные условия, соответствующие, ну, не очень, скажем так, хороший снег, метель, часто бывает такое, что происходит ДТП, большегрузы бывают, выезжают на встречную полосу, и, соответственно, гибнет большое количество людей. То есть одно дело, когда ДТП в городе, ну, на светофоре и то бывает серьезное ДТП, но, тем не менее, чаще обходится без жертв. То на трассе это большие скорости, а если это еще большегрузный автомобиль, соответственно, сталкивается с легковым, то статистика печальная, часто гибнут люди семьями. Ну, в моей практике даже было такое, что вот ДТП, ехала семья, три человека, большегруз выехал на встречную полосу, и, соответственно, семья погибла полностью. К сожалению, такое есть. Но, опять же, здесь нельзя просто так констатировать эти факты, опять же, профилактика нужна. То есть нужно постоянно доводить информацию до водителей, до автомобилистов о том, что нужно соблюдать скоростной режим. Опять же, учитывать свою скорость в зависимости от состояния дорожного полотна. То есть профилактика нужна обязательно. Нельзя сказать, что выехал на встречку, ты будешь наказан, и все на этом закончится. То есть профилактика нужна обязательно. Только тогда мы, как бы, сможем добиться каких-то результатов положительных. Я знаю, что расследование после ДТП, как с участием водителей алкогольного опьянения или нет, проходит достаточно долго, сложно. Скажите, а вот в связи с чем это происходит, какие дополнительные факты можно выявить, если уже на месте понятно, авария произошла, есть пострадавший, есть погибший. Какие еще обстоятельства нужно выяснить, если, к примеру, однозначно водитель был или трезв, или пьян? Что еще нужно выяснять? Ну, скажу так, во-первых, ситуации бывают разные. Когда-то в каких-то случаях лицо виновное сразу признает полностью свою вину, то есть полностью раскаивается содеянным и, скажем так, ускоряет процесс расследования. А бывает такое, что лицо по каким-то причинам не признает вину, отказывается от прохождения различных экспертиз и прочего. По определенным обстоятельствам затягивает. То есть выиграют время, да, проще говоря? По факту ничего не выиграют, на самом деле, просто затягивается процесс. По объективным причинам, почему, ну, особенно ДТП, да, очень много экспертиз различных назначается, автотехнических экспертиз. То есть нужно смотреть, а может быть человек-то не виноват, может быть была поломка автомобиля какая-то, то есть это уже форс-мажор определенный. Соответственно, такие экспертизы, они достаточно тяжелые, проводятся долго. Вот, такие моменты тоже затягивают. Несмотря на то, что вроде как все понятно с ходу, но следствие... Какая-то маленькая деталь может изменить ход всего события. Совершенно верно, следствие должно обязательно разбираться в деталях полностью. То есть нельзя, скажем так, быстро что-то сделать, чтобы потом, ну, лицо было там привлечено к ответственности необоснованно. Соответственно, и роль прокуратуры такая, что расследуются дела, мы эти дела обязательно заслушиваем, то есть участием представителей следственных органов. То есть какие мероприятия были сделаны, определяемся с планом других мероприятий, чтобы уголовное дело расследовалось полно и качественно. Для нас это прежде всего. Конечно, сроки необходимо соблюдать, это очень важные моменты, но прежде всего качество. Скажите, пожалуйста, Антон Сергеевич, а есть ли такие варианты? И на практике наверняка были, к сожалению, очень страшные вещи. Но когда обе стороны погибли, оба водителя не выжили, и, в общем-то, со стороны только свидетели, а и тех может не быть, да, на дороге, вот как тогда решаются дела? Ну, опять же, когда есть два автомобиля, когда есть, скажем так, происшествия, сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, которая выезжает на место ДТП, фиксируют абсолютно все. Как расположены следы, как расположены осколки, обломки от автомобилей. Оставляется схема, и по этой схеме понятно уже, по крайней мере, даже если все погибли, хотя такое, к счастью, не часто бывает, но бывают такие случаи. По, соответственно, следам определяется, кто виновник. Соответственно, поскольку виновник погибает, ну, уголовное дело возбуждается и прекращается по нереабилитирующим основаниям в отношении виновника. Ну что же, подводя итог нашей сегодняшней программы, какие пожелания у вас есть к нашим телезрителям, к нашим автомобилистам, да и просто к гражданам, которые зачастую становятся свидетелями того, что водители садятся за руль в состоянии алкогольного, наркотического опьянения и занимают такую равнодушную позицию, мол, это не я, моя хата с краю и ничего не знаю. Но здесь ведь тоже нужно иметь позицию гражданина, вовремя сообщить и, возможно, предотвратить чью-то гибель. Ну, в данном случае пожелания, наверное, банальны, но в то же время необходимы. Каждый из нас должен чувствовать меру своей ответственности. Когда человек садится за руль, должен чувствовать себя хорошо. Даже не только если он в состоянии опьянения находится, не должен садиться, просто голова у человека кружится, не садись за руль. Ну, либо просто никуда не ехать, либо там воспользоваться другими средствами, общественного транспорта или такси. То есть каждый из нас должен думать и о себе, и об окружающих. Соответственно, вот такое отношение, скажем так, непонятное к людям, будет говорить о том, что мы можем в дальнейшем понести какие-то серьезные последствия. То есть могут погибнуть люди из-за плохого состояния, может случиться что-то еще такое страшное, тяжкий вред здоровью будет. Поэтому мой здесь совет всем автомобилистам, людям простым, уважайте себя и уважайте окружающих. Спасибо вам большое за очень ценные советы и профессиональные ответы на мои вопросы. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Ну, а говоря о все-таки профилактической работе, можно сказать, что наша профилактическая миссия нашей программы прокуроров в теме на эту тему на сегодня выполнена. И если кто-то из вас сегодня прислушается к нашим советам, внимательно поймет наш разговор, то, по крайней мере, одной беды будет на свете меньше. Всего хорошего. До свидания. До свидания.